Всем привет! С вами команда Florarium Plants, Георгия Короленко и Мария Короленко. Сегодня мы будем с вами делать обзор террариумов, которые представлены на рынке и которые подходят для наших целей, ну или не подходят. Сделаем обзор тех марок, которые есть у нас сейчас, ну и расскажем о них подробнее. Первый террариум. Первый террариум это Mews. Мы недавно привезли из Китая, естественно. Посмотрим сейчас сразу плюсы и минусы. Первый минус. Эти вот штучки, фиксирующие крышку, болтаются просто как пропеллеры. Не очень удобно. Ну и вообще качество пластика такое себе. Решетка. Практически как у всех китайских террариумов, решетка держится на нескольких саморезах. И размер решетки, что туда спокойно пройдет мелкий сверчок, не то что муха. Дальше. Из плюсов. Тут сразу уже предусмотрена некая такая штуковина под крепление форсунок. Вот тут просверлены отверстия. И вот эта вот поперечина, она является единым целым вместе с вот этой окантовкой. Вот. И тут находится место, где пропускается шланг. Он тоже фиксируется, никуда не денется, не болтается, не дребезжит. Дверца. Вот это вот извращение. Не знаю, кто вообще придумал. Но если у вас будет палец немножко мокрый или скользкий, вы никогда не сможете открыть террариум. Потому что вот она прямо вот. Блестящая, гладкая штука. Ее надо опустить вниз. Даже с сухими пальцами это проблема. И открыть. Дальше. Что у нас в комплекте? Идет вот такая вот решеточка. Она может соединяться. Но пластик кривой, поэтому, в общем-то, мы сейчас этим заниматься не будем. Тут явно без помощи молотка не обойтись. Решеточка это, судя по всему, либо для дренажа, хотя она сюда не сильно подходит, придется ее обрезать. Либо для задней стенки, сюда она подходит уже гораздо лучше. Вот эта самая интересная штука. Это комплект для слива дренажа. В террариуме уже просверлено отверстие для этого. А вот этот сам комплект слива. Подключается он с двух сторон. Резиновые прокладочки. Сейчас уберем. Паучки уже заселились. Ну, вот эта вот штука. Снаружи, это изнутри. Просто закручивается и затягивается. Все. Шланг еще. Сюда подключается шланг. Шланг очень мягкий, видимо. Не знаю, силиконовый может быть. Сильно надевать не буду. Вот. И дальше такая штука с затычкой. Так, тут еще какое-то резиновое колечко. Я подозреваю, что оно как раз вот сюда и вставляется, чтобы герметизировать. Ну, да. Ну, все. Либо мы ждем, когда там дренаж накопится. Потом откручиваем эту пробочку и сливаем. Либо сразу это запускаем в какую-то емкость, куда будет все само сливаться. Так, теперь по поводу вот этой передней, нижней вентиляции. Ну, она как практически у всех китайских террариумов сделана. Огромный. Вот. Отверстие. Наверное, ширина миллиметра три. Ну, то есть муха туда спокойно проходит. Вот. И самое главное, эта штука не разбирается никак. Так, мы не можем туда сетку вставить, чтобы это было красиво. А, и еще стекло опти white, как ни странно. На срезе стекла видно, оно прямо голубенького цвета, не зеленого. Это размер 30-30-35. У них нестандартная немножко линейка. Ну, вот мы взяли партию на пробы самых маленьких. Ну, возможно, в большом... Нам показалось, что они смотрятся достаточно топорно. Но, возможно, в большем объеме это выглядит более приятно. Но вот пока визуально вот эта вентиляция нам не нравится. Потому что она слишком здоровая. И вот эти вот боковые стекла кажутся несоразмерно большими. Ну, в общем, а так очень удобный террариум в плане быстрой сборки. Не надо ничего сверлить. Все есть. Конечно, вот эта штука для отверстий, для форсунок мы спорили, с Гошей удобно или нет. Но мы пришли к выводу, что для девочек удобно, а для мальчиков не очень. Террариум. Симползу. Ну, вроде как это производство России. Ну, понятное дело, что это все из китайских составляющих. Дверцы. Тоже не могу сказать, что прям очень удобные. Потому что вот эти вот ручечки, они... Ну, маленькие, неудобно хвататься. Вот. Но открывать и закрывать можно одной рукой. Нижняя вентиляция, она сделана вот в таком вот формате. Там вставлена сеточка. Но не уверен, что ее можно там поменять, не сломав ничего. Ну, по крайней мере, можно попытаться вставить туда более мелкую, чтобы не пролезала муха. Ну, кому это важно. Вот так-то муха будет пролезать еще через вот такие вот эти зазоры. У нас дверцы болтаются прям. Дальше. Верхняя крышка. Сетка вроде как мелкая, но не миллиметр. То есть, Хидея, наверное, уже не пройдет. Вот. А Меланогастер со свистом. Вот эти вот крепежи. Сверху с ними. Вот там такие зазорища, что оттуда спокойно вылезет там не то, что кормовой объект, а мелкие всякие ящерицы, там, новорожденные фельзумки. Оттуда будут спокойно выходить. Поэтому надо что-то с этим делать. Вот. Либо термоклеем заливать, либо затычки какие-то ставить. Террариум этот разборный. Вот тут есть болтики. Если их раскрутить, можно снять верхнюю рамку, вот эти стойки и все стекла по отдельности. Насколько я понимаю. Или не все. Нет, не все. Вообще странная конструкция. Для удобства сборки, что эти болты сделаны. Так как он сейчас проклеен силиконом, разобрать его полноценно не получится. Но я подозреваю, что когда он из Китая приходит, он... Можно по отдельности, да, каждое стеклошко вытащить. Я думаю, может стекла и здесь вырезают. Может, может. Ну, верхнюю рамку снять точно можно, но не знаю, зачем это нужно. Ну, вдруг если стекло поменять. В общем, в основном это используется для пустынных животных. То есть для террариумов влажных, наверное, не очень удачная модель. Но вот в данном случае мы это будем делать под облифар террариумов в нем. Так, еще из плюсов, это есть нестандартные размеры. Например, вот этот, это 45-30-30. Потому что других никаких фирм мы не нашли такого размера. Хотя вроде как у NAMOI PETA есть, там еще у кого-то. Но в Москве и в России, насколько я понимаю, почему-то нет. Ну, в общем, да, сейчас в наличии их нет. Хотя мы смотрели, может, не там смотрели. Если вдруг кто знает, где они еще есть, кроме вот SimpleZo, то поделитесь в комментариях, пожалуйста. А мы знаем, что новая марка тоже планирует узкую линейку запускать. Но это будет с марта. Вот. Но NAMOI PETA сейчас только высокие узкие есть. Иногда нужны. Да. Сетка тут вставлена примерно как в экзотере. То есть тут по периметру резиновый шнур, который просто встает распор и держит сетку. Поэтому ее достаточно легко поменять. Вот. Достаточно, ну, нужно купить сетку. необходимой нам ячейкой, вот, вырезать и точно так же этим же шнуром и зафиксировать. Вот. Это удобно. Террариум Reptica. Тоже российское производство. Из китайской фурнитуры. Вот. Качество пластика тут получше, чем в MiUS. все это точно совершенно. Дверцы удобные, потому что вот замочек вот этот можно одной рукой прямо открыл, закрыл. Вот. И есть дырочки под замок. Ну, кому это важно от детей там. Дальше сетка. Идет тоже крупная. Вот. И из очень толстой, ну, не знаю, не проволоки, она какая-то цельно тянутая, что ли. Вот. Задерживает достаточно много света. Но, ребята, под заказ нам ставят сюда мелкую сетку. Вот. Это огромный плюс. То есть можно им просто написать при заказе, что мы хотим террариум с мелкой сеткой. И они накидывают там, ну, в пределах 500 рублей, и у вас уже будет натянута мелкая сетка. Она тоже толстая. Ну, в основном мы берем их, соответственно, с мелкой сеткой, но это тоже угольфарник, поэтому здесь крупная. Так, нижняя вентиляция, вот, она не выглядит такой массивной, как в МИУСе, вот, но отверстия тут тоже такие, что муха пройдет, в общем, в три шеренги. Вот, поэтому, если кому надо, ну, с этой стороны, например, можно приклеить на мелкую сеточку. Ну, в остальном террариум и террариум. В общем, такая неплохая копия экзотеры. Стеклышки все аккуратные, ровные. Мы сейчас в основном пользуемся ими, потому что экзотеры стал очень дорогой, но ребята как бы идут навстречу во всех наших безумных идеях, вот, и, но у них стандартные размеры, то есть каких-то узких линеек пока не наблюдаются. Ну, в общем, в принципе, использовать можно. Нормально. Пойдет. Очень часто бывает ситуация, что нужно сделать террариум по каким-то своим размерам, соответственно, у нас тоже есть мастер, который этим занимается, и, ну, собственно, мы хотим рассказать немножко и про них тоже. Так, ну, вот этот террариум нашего производства. Размеры, естественно, могут быть любые. Из плюсов, что мы делаем нижнюю вентиляцию вот такого вот типа. Она горизонтальная. Я считаю, что это наиболее эффективная. Вот. И плюс ее не очень видно. Вот. Не бросается в глаза. Вот. И спереди отделана черным стеклом. Снизу есть бортик. Вот. Это для того, чтобы если какие-то капли воды сквозь вентиляции все-таки туда упадут, они не стекали вам в тумбочку. Вот. А попадали вот сюда вот, задерживались бортиком и потихонечку испарялись. Дверца на педлях. Вот. Также дверцы можно сделать и на полозьях. Вот. Здесь вот так вот. Крепится на магнитике. Можно поставить и замок обычный. Дверца упирается в такие вот упорные стеклышки и сверху, и снизу. Это делает зазор минимальным. То есть зазор тут меньше миллиметра. Муха не пройдет точно. Перфолист вот этот тоже с миллиметровыми отверстиями. Вот. Муха не проходит. Проверено. Ага. Так. Вот это вот. Это крепеж внешней отделки. Просто вот конкретно эта банка будет стоять в нише. И чтобы был удобный доступ для светильников, вот эта внешняя отделка, она будет сниматься на магнитиках. То есть так это будет выглядеть. Вот. Так как это ниша сбоку, мы отделку никакой и сзади не делали. Вот. Это не нужно. Сверху мы ставим мелкую сетку, миллиметровую. Свет, естественно, она тоже жрет, вот, ну, чуть меньше, чем крупное, цельно тянутая. Отверстия под форсунки. Тоже их можно просверлить где угодно. На цену это особо не влияет. Можно не сверлить, вот, и вы сами проковыряете их в сетку, если. Вот. Отверстия в дне. Вот. Здесь сделаны они по центру. Это связано с тем, что коммуникации будут уходить, ну, именно в этом месте. Вот. Опять-таки, просверлить их можем в любом месте, в любом диаметре. Есть такой момент с нижней вентиляцией. Мы недавно начали с этим сталкиваться, что если в таких объемах неправильно настраивать опрыскивание, кстати, этим грешат террориумы на Мэйпэд тоже, если будет слишком мощное опрыскивание и будет клубиться прям влага в террориуме, то вода может попадать... Ну, не может, а точно. Она будет попадать сначала на стекло, вот, а потом будет стекать сюда и наружу, вот. Для этого мощность насоса нужно будет уменьшать. Для этого потом мы расскажем, как это делать. Ну, в общем, короче говоря, надо настраивать опрыскивание таким образом, чтобы у вас не скапливалась вода на переднем стекле. Вообще, это верно для всех террориумов. Во-первых, вы будете меньше мыть его. Во-вторых, будет меньше шансов, что все это просочится под... Ну, в вентиляцию и, соответственно, на вашу тумбочку. Потому что уже очень много жалоб на эту тему было. Почему-то в основном стеррориум на Мэйпэд. Я не знаю, с чем это связано. Вот. Ну, вот имейте в виду, что если вы правильно строите опрыскивание, эту проблему можно избежать. Ну, и классика жанра, неподражаемая экзотера. Ну, экзотеру, наверное, все видели. Ну, вдруг кто-то новичок совсем. Замочек удобный. Дверки. Вот. Вот эта штука в экзотере разбирается. Это большой плюс. Туда можно запихать мелкую сетку, и муха выходить не будет. Вот. В принципе, она и так, скорее всего, не будет, но... В некоторое отверстие может просочиться. Мелкая сетка наверху идет сразу. Ну, собственно, вот и все. Экзотер. Этим все сказано. Смотрите, у экзотера вот эта сетка, она очень тоненькая. Она быстро ржавеет относительно. Нет, но ржавеет. Это первая партия. Сейчас последняя, они вроде, сказать, другой, из какого-то другого металла делают. Вот. Он ржавеет не так быстро, но тоже может. Вот. Ну, и главный минус экзотера, это, естественно, конская цена просто сейчас неподъемная. Ну, да. Сейчас они стали очень дорогими, но, тем не менее, на Авито очень много их продают. Плюс у них появилась линейка, направленная на террариумы подобного плана. То есть у них там тоже уже сделан слив. Иногда увеличен, ну, увеличен этот борт. Вот. Это тоже хорошо, но, в общем, если бы можно было выбирать, мы бы выбрали экзотеру, честно говоря. Но сейчас она большинству клиентов просто не по карману. Будем надеяться, что ситуация изменится. На самом деле на рынке существует гораздо больше производителей. Это просто те, которые у нас есть. Вот. Можно выбирать и другие, и кучу мастерских, которые клеят. Есть еще и другие всякие производители. Ну, вот, например, это террариум рептизу. Но, поскольку мы не знаем, есть ли они еще на рынке, про них рассказывать не будем. Вот. В общем, самое главное, что вы должны рассматривать при покупке террариума для влажных животных и растений, это размер сетки и минимальное количество дырок, чтобы вышло либо животное, либо кормовой объект. Ну, собственно, все. А дальше все в основном стандартно. Все делают примерно одинаково. Но бывает разница в качестве склейки. То есть кто-то ровнее клеит, кто-то менее ровно. О, у нас тут друг отнерестился. Привет. Охраняешь? Вот. Поэтому выбирайте сами, что вам нравится. В общем, желаем вам удачи в ваших начинаниях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки. Будем рады.